Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Как можно войти с помощью силы в Царствие Небесное, в Царствие Божие? И мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матвея, 11 глава, 12 стих. Здесь сказано следующее. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». О чем это немножко непонятно. Иларий Пиктовийский, древнехристианский Экзегет, в своих комментариях на Евангелие от Матфея, он пишет здесь следующее. «Свои Его, то есть Христа, отвергают, чужие принимают, близкие преследуют, обнимают враги. К наследству устремляются усыновленные, семья отвергается, сыновья отказываются от завещания, рабы признают». Итак, Царство Небесное силою берется, и прилагающие силы похищают Его, потому что слава Израиля, заслуженная отцами, возвещенная пророками, представленная Христом, захватывается и похищается верою язычников». Конец цитаты. Вот такое интересное объяснение дает Иларий Пиктовийский. Тут идет речь о том, что евреи уже рождались как наследники обетований, как произошедшие от семени Авраама, Исаака и Якова, и им принадлежали обетования, и от них отцы. А язычники ничего этого не имели. Поэтому язычники могли стать новым Израилем, только употребив усилие веры. Особенно, когда язычники читают Ветхий Завет, где как бы все обетования относятся только к еврейскому народу. Такое первое впечатление, которое складывается. Но когда они читают Новый Завет, там они находят такие слова, как, например, слова апостола Павла, «Послание к римлянам, не тот иудей, кто внешне, наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое на сердце, а не на плоти». Таким образом, Священное Писание показывает нам во всей совокупности текстов, что Бог одинаково, хорошо относится ко всему своему творению. И вот интересный пример – это из Ветхого Завета, из книги «Бытия», 24 по 27 стих. Я прочитаю этот текст, в котором содержится пророчество о том, что язычники войдут в божественный мир, они будут причастны к божественным откровениям, они поселятся в домах учения и будут исследовать Писание. Ной – это отец Сима, Хама и Афета, родоначальников человеческих рас. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал, благословен Господь, Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. И далее очень важные слова, когда мы смотрели трудные места Библии, Ветхого Завета, мы их касались. «Да распространит Бог Иафета», от Иафета происходят все индоарийские народы и племена, в том числе и славяне. «Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Вселится в шатры Симовы, шатер, бейт, дом. Означает не просто дом, где люди там кушают и спят. Нет. Это прежде всего дом учения. Потому что сказано, «Ложась и вставая, обучай сына своего». То есть учи его и вечерним молитвам, ложась и утренним, вставая и сидя за столом. Вот здесь прямо предсказывается Ноем, древнейшим Божьим пророкам, о том, что потомки Иафета, некогда не народ, а ныне народ, как писали апостолы, они войдут и поселятся в шатрах Симовых. То есть они воспримут Ветхий Завет как место обитания собственного ума, как сказано, исследуя Писание. И когда мы идем этим путем, как Давид исследовал закон Божий день и ночь, то мы обретаем именно те откровения, без которых мы не можем обрести Бога. Но для этого требуется усилие веры. Усилие веры. Поэтому Христос и говорил, что одни же Иоанна Крестителя, для Иоанна Крестителя все было не так, там один народ Божий был еврейский, а вот начиная с Иоанна Крестителя, точнее пропасть Евангелия начинается после его смерти, Царство Небесное силой берется, то есть человек не рождается в этом царстве, как это было с еврейским народом, они уже рождались как члены разных колен Израиля, и употребляющие усилия, имеется в виду усилия веры, восхищают его. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И, пожалуйста, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!